Приветствую всех любителей резать на нашем канале. Сегодня мы с вами поговорим о мужских аксессуарах, о тех самых дорогих игрушках для мужчин, которые в общем-то относятся к ножевой, околоножевой теме. И у меня в гостях сегодня Нина Макентош, амбассадор бренда Шакуров Knives. Все вы помните наше интервью с Алексеем Шакуровым, презентацию Алексеем его новых моделей в этой студии, наше с ним общение на выставке. И сегодня его представитель яркая прекрасная Нина расскажет нам о том, что же еще приготовил для нас Алексей Владимирович Шакуров. Здравствуйте, уважаемый зритель и подписчики youtube канала Резать Рум. Ну что, расскажи нам, что ты сегодня принесла, потому что выглядит это все очень красиво, выглядит все очень дорого, богато и в общем-то достаточно, я хочу сказать, функционально. И очень вкусно, для тех, кто понимает. Что я сегодня привезла? Дело в том, что в конце 2019 года возникла такая идея сделать еще одно дополнительное направление мастеркой Шакуров. Что это такое? Это так называемый Art EDC. То есть все мы знаем, что любой мужчина, который интересуется острыми предметами, он любит, чтобы все у него было в одной теме, да, какой-то кожаный аксессуар, ножик на карман и, возможно, какой-то браслет. И мы не могли не оставить эту тему без внимания, поэтому сегодня я привезла вот такие великолепные наборы, как раз линеечки новый Art EDC. Что в них уникального и что в них классного? Дело в том, что мы сделали в конце 2017 года наш первый вот такой нож-жетон. Это прототип, который был выполнен пару лет назад. И, конечно, мы привезли на выставку, да, чтобы посмотреть спрос, вообще, как будет публика на это реагировать. И мы получили очень много, конечно же, разных мнений по этому поводу. Вот, но в итоге, конечно же, мы запустили в мини-серийное производство данный жетончик, который, по сути, может быть выполнен в любой отделке. То есть здесь может быть не только тема стимпанка, да, но и другие. В том числе это может быть какая-то спортивная тематика, либо что-то по индивидуальному заказу. Вот. Таким образом мы сделали в 2018 году вот такого нашего злодея Тотара. Но Тотар это мультик японский. Обычно вот этого персонажа изображают с зонтиком. У нас получился Crazy Zoo, да. То есть этот Тотар изображен с таким топориком, и у него капает здесь кровище. Вот. Дело в том, что здесь все выполнено в ювелирной технике. Каждый жетончик имеет свой номер. И именно вот с этим малышом мы заняли первое место на выставке клинок. И что произошло дальше, да, то есть как бы начали работать в этом направлении. И, как мы можем видеть, сегодня мы произведем новый вот такой наборчик. Он называется бамбук. И что в него входит? Это нож-жетон, подвеска. Накладки у нас выполнены с вами из титана. И в такой очень интересной отделке. Здесь у нас апельсиновая шкура, здесь у нас соответственно под кору дерева. Здесь у нас с вами накладки из белого металла. И вот на такой цепочке. Далее в этом наборе идет вот такое колечко, тоже в стилизации бамбука. И вот такой небольшой фикс. Также в стилизации бамбука. И даже бусинка тоже выполнена в этой же технике. Таким образом мы можем этот набор или приобрести кому-то подарить. Подается он вот такой упаковочке. Либо стать самостоятельным владельцем такого комплекта и быть стильным, четким и, конечно же, с ЕДСИшкой всегда, который под рукой. Что же следующее у нас? Значит, следующий набор это наборчик стопроцентный кастом, который называется «Музыка в металле». Что касается коллекции «Музыка в металле» также с 2018 года с Шакуром были у нас планы. Решили поэкспериментировать, да, потому что всегда интересно делать что-то новое. Но новое это не обязательно какая-то новая модель, а это может быть какая-то интересная отделка. Так вот, «Музыка в металле» сейчас выполнена в некоторых экземплярах, но это уже находится в частных коллекциях. Однако мы обязательно приберегли для «Резвый треул» вот такой очень стильный комплект, который содержит в себе, называется он стимпанк, так? Стимпанк коллекции «Музыка в металле». Круто, круто звучит. А «Музыка в металле», потому что мы слышим потрясные звуки открывания ножа. Нож, который выполнен в такой сумасшедшей технике. И несмотря на то, что здесь есть такое ювелирное решение, вот этот рисунок, который выполнен, да, накладочками, он не мешает, когда мы ножом работаем. И, на мой взгляд, это здорово, потому что, несмотря на вот такие все решения, именно ювелирные, да, ювелирная техника выполнена в ноже, он остается суперфункциональным. Поэтому в этом и прелесть, что мы не оставим это на полке, а мы можем этим пользоваться. И вот такой жетончик также выполнен в стимпанке. Здесь уже подвижная конструкция. Вот такая конструкция. И поднесем сейчас нож. Вот. То есть это выглядит как непосредственно именно комплект. Соответственно, мы жетончик носим как подвеску. Вот. И у нас на кармане в этой же теме ножик. Так. Хочу сказать, что вот с этой моделью в этом году на выставке Клинок мы также заняли первое почетное место. И, кстати, друзья, хочу от себя добавить, что нож действительно удобный. И вот эта самая композиция именно вот шестеренок, вот это все, оно не мешает в руке. Оно, наоборот, дополняет хват. И, в общем-то, нож становится еще более, как я люблю говорить, информативен в руке. И им передает очень много информации. И, в общем-то, в плане удержания, действительно, повторюсь, удобно. Немножко по-новому, но к этому очень быстро привыкаешь. И, соответственно, пользоваться ножом это никак не мешает. В целом, мы с вами также видим титановую плашку, анодированную. И... Оксидация. Оксидированная. Оксидированная, прошу прощения, оксидированная плашка. И вот такой вот прекрасно сатинированный клинок. Очень удачная эта модель. Более того, здесь на клинке М390. На мой взгляд, еще очень круто смотрится вот это фальш-лезвие. Она всегда придает ножу очень интересные формы. Вот. И в целом, конечно, именно как комплект идеально для людей, которые, ну, скажем так, в теме еды сишек. И которые любят отличаться своим неповторимым стилем. Вот. Поэтому мы будем обращать внимание в 2021 году непосредственно вот на такие именно комплекты аксессуарика плюс ножик. Это интересно. И с этим интересно экспериментировать. Поскольку, когда есть для клиента выбор, и он интересуется именно этой тематикой, более того, люди, которые не имеют отношения никакого к ножам, скажу так, да, потому что у меня очень много всегда запросов по поводу нейтральных подарков. Вот что-то подарить, например, бизнесмену, либо там что-то там на день рождения кому-то там и прочее, да. И сначала человек говорит, нож, а вообще зачем он? Тебя часто спрашивают, зачем тебе нож? Частенько. Частенько. Что ты отвечаешь обычно? Просто нужен. Просто нужен, да. Как самурай. Я его буду носить все время, даже если он мне понадобится один раз. И возвращаясь к теме, да, то есть когда человек там, зачем мне нож? А потом он, так, а вообще-то я им пользуюсь, да, окей, но как бы, да, наверное, нужен. И именно создавая модельки, которые такие небольшие, у нас скоро будет презентация ножа, которая называется пиджак, следите за новостями, это будет эксклюзивно у первых, вырезать трое обязательно, они имеют небольшие формы и не пугают своими размерами. Таким образом, что люди, которые имеют не очень огромное представление, там, ножи, там, они не нажиманы, и казалось бы, им это не нужно, но потом они понимают, что да, почему бы и нет, и они воспринимают это в том числе как аксессуар и пользовательский предмет, который их, соответственно, выручит в той или иной ситуации. Когда у них комплект, это вообще классно для них. Вот, поэтому я хочу очень такое внимание обратить на данное направление и, конечно же, плюс подарочные наборы. Вот, потому что это вообще очень востребовано, пользуется популярностью. Вот, еще хочу сказать, что вот именно жетоны мы презентовали на выставке в этом году на Armstead Hunting, ты был у нас на стенде, как раз помнишь, что мы, ну, как бы выставили подвеска счастья, друзья. Кто забыл, будет, наверное, видео, посмотрите обязательно. И презентация как раз аксессуарики была на выставке Armstead Hunting. И в этот раз наша мастерская Шакуров стояла в коллаборации с другими мастерами. Да, мы помним, что у нас на стенде был Берти. Берти Ритвель, Зазаревишвили. Да, все верно, Зазаревишвили. Также у нас был Даниэль Иба с его напарницей, со Светланой. И настолько, и, конечно же, Влад Матвеев, да, мы не можем забыть как раз про человека, который нас, собственно говоря, на это, так сказать, направил. Вот, и стенд назывался Man's Custom Toys. И у меня есть подозрение, что, возможно, в 2020 году из этого стенда, возможно, опять же, я повторюсь, вырастет Блэйд Шоу в Москве. Ну, такая небольшая интрига, да? Очень может быть. Поэтому рекомендательно следить за новостями Резый Труп. Вот такая интрига. Вот сейчас ты меня действительно заинтриговал. Следующая у нас история – это слабонервный отойдите. Владимир согласился перед Новым годом сбрить бороду. Пожалуйста. На самом деле, друзья, вот за этой самой бритвой от Шакурова я слежу уже на протяжении нескольких лет. И всё очень и очень хочу заиметь себе такую в коллекцию, потому что это действительно, в первую очередь, шикарный фрикшн-фолдер. В первую очередь, здесь клинок из N690. Почему N690? Ну, во-первых, друзья, соотношение цены и качества этой стали все прекрасно знают. То, что нареканий от стали не вызывает вообще никаких, нержавейка. И она очень хороша в обработке. Здесь бритва заполирована практически в полное зеркало, что не может не радовать, потому что очень мало зеркальных клинков, к сожалению, сейчас на рынке именно от российских мастеров. Во вторую очередь, форма классической бритвы. Ну, кто из нас не любит эту форму, друзья? И учитывая то, что это нож, подобную форму клинка я могу вспомнить только у компании Microtec. Это была одна из, если вдаваться в подробности, это была одна из последних вариаций клинка у модели Ultrotec. Опять же, сделана была сыном Тони Морфеоны. Но речь не об этом. Речь о том, что, друзья, фрикшен в форме бритвы, при этом он имеет действительно хорошую фиксацию. То, что вы взяли, открыли, держите пальчиком. И при этом здесь ход клина, то есть здесь клин не сложится. Можете видеть, что я достаточно сильно трясу. Обычная бритва бы уже сложилась. Здесь этого ничего нет. Идеальное качество, опять же, оксидированная титановая рукоять с ручной работой от Алексея Шакурова. Друзья, это, опять же, кастом в лучшем его понимании, потому что повторить точно так же, естественно, не получится. Соответственно, подобные вещи выпускаются в единственном экземпляре, именно как конкретно взятый предмет. Все верно. Более того, если мы делали уже такие бритвы, безусловно, да. Тем более, кто из наших зрителей будет смотреть, посещает выставки, безусловно, мы повторяем такие бритвы. Но бритва бритве будет рознь. Здесь может быть на одной подзеркало, на другой ручной сатинчик. И, конечно же, попасть точно в цвет, ну, нереально, да. Можно, конечно, постараться, но, тем не менее, опять же, обработка титана, она может быть как матовая такая, запискоструенная, и она может быть вот такая более полированная, да. Более того, у нас была такая бритва с накладкой черепа и так далее. Да, там и Ж-10 и прочее. Но вот я соглашусь с Владимиром то, что это может считаться 100% кастом. Следующий момент. Это вот такой браслет. Браслет, который называется клинок. Безусловно, Шакуров это не первый человек, который придумал такую форму и прочее. Однако, идея непосредственно ножен с титановой пружиной, хочу сказать. И, конечно же, исполнение. Поскольку, понятно, что могут быть разные совершенные изделия, да, одинаковых форм, да, в том числе браслеты. Вот. Но исполнение, конечно же, бывает разное. Здесь у нас браслетик этот выполнен из основания. Это плотное синтетическое волокно, которое вручную вот так сплетено. Раньше делали, раньше делали вот эти оснастки из кожи, но кожа, конечно же, имеет свойство быстрого стирания. Непосредственно, если мы на руках носим, да, ну, там, допустим, часы, мы знаем, что это все быстрее внашивается. И браслет, конечно же, будет винтажиться, но потом он может даже вытереться совсем, особенно вот в этих местах, да, и у нас сгибы. Вот. Поэтому приняли решение делать непосредственно вот из таких материалов. Вот эти детали браслета выполнены из белого металла, и пружинка, как я уже сказала, выполнена из титана. Он у нас не заточен, однако по желанию заказчика можно заточить, в том числе выполнить клиночек, например, из другого материала. Мы выполняли, помню, я с травлением делали, да, ну, получался такой рисунок. И есть уверенность, что возможно повторить такой браслет, например, в домастиле. Будет вот такой клиночек. Тоже очень интересно смотрится. Дополнить этот браслет возможно вот таким крестиком. А что же это за крестик? Вот такой крестик, мощный, брутальный, который вот на таком также... Ну, здесь у нас мы выяснили, что плотненькое синтетическое волокно. Здесь у нас паракордик. Можно также его, данный крестик, носить на вот такой цепочке. Тоже очень интересно смотрится. И этот крестик, секретик. Давайте посмотрим. Что же это может быть? Есть варианты? Что там? А здесь у нас... А для того, чтобы узнать, что находится в секретике, обязательно приходите в магазин «Резай тру» и спрашивайте крестик с секретиком. Вот так. Небольшая интрига. Да, я от себя добавлю то, что, друзья, приобрести всю продукцию, подержать в руках, опять же, можно приехать к нам в магазин «Веточный переулок» и, собственно говоря, это сделать. Что касаемо в целом лично моего ощущения, друзья, ну, мужская аксессуарика, она была, есть и будет. И если вы увлекаетесь ножами, то действительно стоит обратить внимание на продукцию от Алексея Шакурова, потому что это в первую очередь качество, во вторую очередь это индивидуальный подход. И в третью это, безусловно, уникальные вещи, которые вы просто так нигде не купите. Нин, спасибо большое, что пришла к нам, то, что показало вот эту чудесную вообще подборку наборов, предметов, произведений искусства. Я не знаю, как это назвать еще, потому что мое действительно теплое отношение к коллективу Владимиру Ильичу Шакурову, оно стало еще теплее. Да, потому что действительно подход здесь уже, можно быть действительно мастером по изготовлению ножей, можно быть наивмейкером, а можно быть просто художником, который свое искусство, свое ремесло видит вот так. Ну что ж. Это был телеканал «Резать трум», и в гостях сегодня была Нина Макинтош, бренд-амбассадор Шакуров наивс. Ну, я сбоку с припеку, друзья. Всех с наступающим Новым Годом, всем спасибо за просмотр, всем пока. С наступающим, спасибо огромное, что пригласили в гости. И помните, важная информация, что магазин «Партнер Резать.ру» имеет абсолютно такую же ценовую политику по части цен на наши любые предметы, ножей, аксессуаров. Это очень частый вопрос, кстати говоря. Поэтому все цены розничные одинаковые, несмотря на то, где вы будете заказывать, либо на нашем сайте, или у наших официальных магазинов «Партнеров». Поэтому «Резать.ру» официальный дилер компании «Шакуров наивс». Пятую. Спасибо.